Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными событиями этого утра познакомлю вас я, Глеб Полянский. Начнем! В селе Знаменка состоялось торжественное открытие мемориала славы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник отремонтировали по программе поддержки местных инициатив. Подрядчик вымастил площадку брусчаткой, оштукатурил постамент и облицевал его керамогранитом. Стоимость проекта почти 2 миллиона рублей. Жители села возложили к мемориалу живые цветы и венки и почтили память погибших солдат минутой молчания. В Славгороде на центральной площади города отметили День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Полицейских поздравил первый заместитель главы администрации Славгорода Виктор Кравцов. Начальник славгородской полиции Роман Дьяков пожелал успехов и здоровья действующему составу и ветеранам МВД. И наградил лучших сотрудников и народных дружинников. Учащимся профильного класса школа резерва кадров МВД торжественно вручили погоны. Новый эстрадный оркестр организовали в Барнауле в составе 22 человека. Это студенты Алтайского государственного университета. Некоторые представители совсем не музыкальных профессий. Свою программу они презентовали в концертном зале «Сибирь». В 1999 году в классическом университете создали народный оркестр. Им руководил профессор Николай Корниенко. В этом году дирижер передал управление коллективом Игорю Шимину. Оркестр не ограничивается студентами и выпускниками кафедры искусств. Главное иметь начальное музыкальное образование, владеть инструментом и жить музыкой. На сцену концертного зала «Сибирь» вышел обновленный состав, который теперь исполняет эстрадную музыку. В конце декабря коллектив планирует исполнить произведения русских классиков и советских композиторов. А после Нового года барнаульцев ждет сольная программа Игоря Шимина – аккордеон в сопровождении оркестра. Барнаульские киберспортсмены стартовали в медийной лиге. В первой встрече по КСГО они сыграли в ничью с командой футбольных блогеров «Тудротс». В турнире участвуют не только геймеры. Обязательно в команду должны входить известные люди – спортсмены, артисты или блогеры. К примеру, в составе барнаульского коллектива призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе Виталий Щур. Соревнования проходят в двух игровых дисциплинах – КСГО и Дота 2. Они самые популярные в русскоязычном сегменте. Плей-офф начнется 12 декабря, а финалы пройдут 23 декабря. За победу участники могут получить более 30 миллионов рублей. В ближайшие выходные в Барнауле пройдет 41-й всероссийский турнир по греко-римской борьбе. Традиционно он будет посвящен памяти заслуженного тренера РСФСР Анатолия Кишицкого. Сам Анатолий Кишицкий был основателем школы высшего спортивного мастерства. Позже на ее базе образовалось Алтайское краевое училище Олимпийского резерва. В соревнованиях примут участие сильнейшие борцы страны и ближнего зарубежья. Победители получат статус мастеров спорта. География большая турнира. Вся Сибирь собирается. Также подъедет Якутия, Кабардино-Балкария, Москва, Саранск и страны ближнего зарубежья. Это Казахстан, Киргизия. Алтайский спортсмен Максим Новичихин также в эти дни выйдет на борцовский ковер. Его главная задача взять реванш у соперника из Ямало-Ненецкого автономного округа. Барнаулиц уступил ему две недели назад во время Кубка России. Сейчас он тренируется в составе краевой сборной. Весь регион представят около 30 человек. Тренировки у нас проходят ежедневно, два раза в день, утром, вечером. Когда проходит учебно-тренировочный сбор, у нас еще и зарядка с утра, перед завтраком обязательно. Ближе к стартам проходят сборы на ковре. Работают над тактикой, над техникой, ну и над психологией. Увидеть соревнования можно 12 и 13 ноября в спортивном комплексе училища Олимпийского резерва. В первый день пройдут отборочные поединки. На следующий день разыграют комплекты наград в финале. А у меня все. К этому часу еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Хорошего дня и не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok